Всем привет! Вы на канале Вкусный Уголок. Сегодня будем делать простые пирожки на кефире. Продукты, которые потребуются, вы видите на экране. Итак, для рецепта берём ёмкость и выливаем в неё 250 мл кефира комнатной температуры. Добавляем 3 столовые ложки сметаны, у меня 15% жирности. Одно яйцо. 30 мл растительного масла без запаха. Сюда же столовую ложку сахара, чайную ложку соли без горки и чайную ложку соды тоже без горки. И всё это хорошо перемешиваем. Далее сюда понемногу добавляем муку, её желательно просеять. И замешиваем тесто. Сначала ложкой, ну а затем уже руками. Вот посмотрите, примерно вот такое тесто у вас должно получиться. На данный момент у меня сюда ушло 630 грамм муки. Оно мягкое, видите, как бы слегка лепнет к рукам. Так и должно бы. Слишком много муки не добавляйте, чтобы оно у вас не было тугое. Теперь я ставлю его на стол. Сверху накрываю миской и так даю ему отдохнуть примерно минут 20. Теперь начинка. Для этих пирожков она может быть абсолютно любая. Это может быть и обжаренный фарш с луком, и картофельное пюре, и гороховое пюре, и творог сладкий, солёный, и какое-нибудь повидло. В общем, то, что вам нравится. У меня сегодня капуста, которую я заготавливала летом вот так вот в банках. Я просто её на сито откинула и дала стечь лишней жидкости. У меня уже время прошло. Теперь подсыпаю понемногу муку. Месим тесто на столе ещё примерно 2-3 минуты. С мукой, смотрите, не переборщите. Видите, вот такое гладкое, мягкое, приятное тесто у вас должно получиться. Теперь делим его на части. Величина этих частей будет зависеть от того, насколько большой пирожок вам нужен. Я хочу поделить на 12 частей. Теперь каждую часть вот так слегка подкатываем. И складываем вот здесь в сторонке. Колобки я прикрыла пакетом, чтобы они не обветривались. Теперь муку я больше использовать не буду. Здесь у меня растительное масло. Я обмакиваю руки. Беру один колобок. Распределяю его вот так вот в кружок. В середину кладу начинку. Количество начинки тоже регулируйте сами, как вы любите. И залепливаем. Вот посмотрите, примерно вот так у вас должно получиться. Пирожки, сформированные с помощью растительного масла, защипливаются немножко сложнее. Но ничего страшного, у вас все получится. Просто если использовать муку, то она будет потом гореть на сковороде. На все вот эти пирожки у меня ушла пол-литровая банка капусты. И теперь можно жарить. Сковорода с растительным маслом уже разогрелась. И теперь выкладываю пирожки швом вниз. Жарить такие пирожки нужно на огне ниже среднего, с двух сторон до золотистого цвета. Ну а когда перевернули, можно накрыть крышкой для того, чтобы тесто хорошо пропеклось. У меня уже пирожки готовы. Вот посмотрите, какие они в середине. Видите, хорошо пропеклись. Очень вкусные. Ну а самое главное, что они просто делаются и приготовить можно с любой начинкой. Так что готовьте и радуйте своих родных. Ну а если вам понравились, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе!